Прорыв в космос, не отрываясь от Земли, совершили пятиклассники, побывав на выставке Новосибирского городского музея имени Юрия Кондрючика. Его фамилия стоит в одном ряду с такими пионерами ракетной техники, как Циолковский Кибальчик. Вместе с ребятами в глубины космоса окунулась и наша съемочная группа. Бахтияр Федоренко весь рассказ о космонавтике слушает, затаив дыхание. Это его любимая тема. Мечтает сам бороздить просторы Вселенной. Говорит об этом не для красного словца. Теорию уже осваивает. Осталось дело за практикой. Космос для меня это более такое увлекательное. Прорыв в космос, так называется, выездная выставка Новосибирского городского музея. В ее передвижной экспозиции фотографии знаменитых космонавтов, лабораторий, станций, летный костюм, перчатка и космический продуктовый набор. И, в общем-то, наша задача не сделать всех космонавтами. Это, наверное, не нужно. Но просто, чтобы было у людей романтическое отношение к космонавтам, было понимание, насколько это сложно и ответственно. И 50 лет назад, да и сегодня выполнять такую работу. Вот, наверное, это такая наша цель. Александр Тимофеев – инженер-испытатель. Всю летательную технику опробовал на себе. С перегрузками и нештатными ситуациями знаком не понаслышке. Стать космонавтом с детства не мечтал. Тогда, говорит, об этом еще не знали. А вот 12 апреля 1961 года помнит до мелочей. «Отец ремонтировал дом, а я сидел на окуне. Весна была, уже тепло. И по такому радиоприемнику передали, что вот человек в космосе. Я тогда не понимал, что это такое, что значит слетать в космос, влететь, землю вернуться назад. Но когда к этому уже сам приобщился, понял, насколько это сложно, трудно». Желающих попасть со зрительского кресла прямо в невесомость хоть отбавляй. На троих счастливчиков остальные ребята смотрят с завистью. Примерить на себя костюм космонавта оказалось непросто. Здесь, как и в реальном полете, без помощи друзей не обойтись. «Пробуйте, пробуйте. Ты можешь как-то повернуться. Вот, видите, уже хорошо. Уже молодцы. Да». После практики вновь теория. Детскому любопытству нет предела. Вопросы самые разные. Колыванских мальчишек и девчонок интересовало все до мелочей. Организаторы уверены, после таких встреч покорителей космоса станет больше.